Всем привет, уважаемые подписчики и гости моего канала. У нас май, средняя полоса России. И сегодня мы с вами поговорим о тех цветах, о тех однолетниках, которые можно сеять сейчас прямо в открытый грунт. Все они очень неприхотливые, при этом красивые. Они очень быстро растут, развиваются. И некоторые из них зацветают буквально через месяц после посева. Список растений очень большой. Все есть как низкорослые, так и высокорослые, и вьющиеся растения. В общем, сейчас я вам поподробнее о всех этих цветах расскажу. Также хочу сказать, что в моем интернет-магазине цветок.шоп сейчас действует акция, скидка 20% абсолютно на все семена и цветов, и овощей. Поэтому заходите, выбирайте. Но, чтобы получить эту скидку, нужно ввести промокод цветок. И тогда 20% минусом к вашей сумме. Заходите и выбирайте. Начать я хочу с тех цветов, которые не только красивые, но и ароматные. Помимо ярких красок, они наполнят еще ваш сад приятным ароматом. Цветут они все лето и также все лето пахнут. И первый из таких однолетников это алисум. Вообще, алисум один из моих любимых цветов. Цветет он очень обильно. Цветы у него, правда, не крупные. Они меленькие, но их очень-очень много. И когда он цветет, не видно цветы. Просто одни вот эти многочисленные маленькие цветочки. Окраска у него разная. И белая, и розовая, и сиреневая, и фиолетовая. Я рекомендую вам приобретать вот такие смеси. И тогда у вас будет настоящий такой ковер, усыпанный этими цветами. Запах у алисума приятный. Такой медовый, очень аппетитный. И опять же, он растет и цветет в течение всего-всего лета. Что касается алисума, он еще размножается самосевом. Вот у меня он как был посеян несколько лет назад, так до сих пор сходит. Единственное, что я могу где-то подсеять в тех местах, где я там случайно перекопала, либо присаживала растение. В общем, могу подсеять. А так он посеете один раз, он у вас будет постоянно расти и цвести. Следующее растение это левкой. Левкой может быть повыше 70 см, а может быть пониже. Вот таким 30 см. Его можно сажать как на передний план, использовать как бордюрное растение. А также его можно сажать где-то в центр клумбы, либо на заднем плане. Левкой также имеет приятный аромат. У него очень красивые, такие махровенькие цветочки. Они могут быть разных окрасок. Я здесь взяла просто для примера, такой малиновый и желтенький. А так он может быть совершенно разным, и белым, и розовым, и в смеси может быть. Также хочу порекомендовать вам матиолу. Она тоже имеет приятный запах. Я, к сожалению, не взяла этот цветок, но вообще имейте в виду, у нее более такие простые цветочки, звездочки. Но вечером она пахнет так сильно, буквально на весь сад. Ее тоже можно сеять прямым посевом в грунт. Сейчас в мае, и она также быстро вырастет и зацветет. Следующее растение это иберис. Тоже посмотрите, какой красивый. У него цветочки такие в виде зонтиков, таких милых и очаровательных. Иберис также быстро растет и быстро зацветает, и также имеет приятный, сильный аромат. Иберис можно высаживать не только где-то в саду, но и использовать как горшечное растение, сажать на балконе и тоже наслаждаться красивыми красками и приятным ароматом. Следующее растение, которое я хочу вам показать, это амарант. Амарант это такое высокоруслое растение, которое лучше сажать куда-то на задний план цветника. Посмотрите, какое это необычное растение у него. Вырастают такие длинные косы, они могут быть зелеными, могут быть бордовыми. Смотрится он очень причудливо, очень декоративно. Также он может быть в виде таких вот хвостиков, это у него такие соцветия, они очень забавные, очень необычно смотрятся в саду. И помимо своих таких декоративных качеств, амарант еще можно употреблять пищу. И вот такой сорт гребешки, его семена можно использовать и добавлять там салаты и в общем куда угодно. Растение это тоже очень быстро растет и оно сразу растет таким, знаете, декоративным кустиком, если можно это назвать. Листва у него не только зеленые, но и красные. И в общем-то говоря, с первого дня всходов он уже смотрится ярко и декоративно. Кто хочет такой необычный цветок, необычное растение, обязательно посадите. Очень вам рекомендую георгины. Георгины особенно низкорослые, их очень легко вырастить из семян, они очень быстро растут и быстро зацветают. Они будут украшать сад в течение лета и их также можно использовать не только для посадки в колумбии, но и где-то в горшки. Георгины низкорослые бывают разными, цветы у них и махровые, и простые. И также есть сорта с декоративной листвой, она может быть бронзовой, она может быть бордовой, тоже все будет смотреться очень ярко и необычно. Вот такая смесь фигара, я ее выращивала несколько лет назад, красивые кустики такие шарообразные образуются с большим количеством ярких цветов, поэтому тоже обратите внимание. Вот такой декоративный лен, тоже неприхотливая и быстро растущая культура, которую легко вырастет даже ребенок. Вот у меня в прошлом году дочка посеяла вот такой лен, буги-вуги, не знаю, чем ей понравилось, может быть названием. Посеяла она сама в мае, и этот лен быстро вырос, зацвел, она мне ходила, потом радовалась, говорила, посмотри, мама, какие цветы я вырастила. Цветок нетребовательный к почвам, нетребовательный к уходу, конечно, лучше будет расти на солнце и на более легких почвах. Смотрится забавно, у него такие нежные цветочки, милые. Ну, а краски сами видите, может быть красной, может быть двухцветной, и синий может быть. В общем, посмотрите, красивый, неприхотливый цветок. Ну, конечно же, не могу вам не порекомендовать цинию, это одно из таких самых популярных растений. Циния также может быть как низкорослая для посадки, где-то вдоль бордюров и для посадки в кашпо, также циния может быть высокорослой, и высокорослые сорта цинии, они просто идеальны для срезки, потому что циния стоит очень долго в букете, но в течение недели цветы могут сохранять свою свежесть. Что касается сортов из низкорослых, хочу вам порекомендовать вот такую серию Захара. У нее очень компактные цветы и очень красивые сами по себе цветочки. Они могут быть однотонными, оранжевыми, малиновыми, также они могут быть двухцветными. И вот посадите, не пожалеете, у меня в прошлом году они так красиво цвели. Я все хотела их сфотографировать, но заморозки ударили, и, к сожалению, вот что-что о заморозке циния не переносит. Также у цинии могут быть различными по своей форме, по своей фактуре, соцветия. Они могут быть и кактусовидные, с такими длинными и тоненькими лепесточками. Также они могут быть вот такими, видите, как помпончики, пушистыми, тоже необычными. Называется эта смесь кобиозовидная, тоже посмотрите. Даже не скажешь на первый взгляд, что это циния. И также циния может быть вот в таком классическом варианте. Крупные шапки до 10 сантиметров и очень яркие соцветия. Вот я сказала до 10, а тут написано даже до 15 сантиметров. Это представьте, какой огромный, красивый и яркий цветок. Ну и, конечно же, календула. Всем известный цветок, очень неприхотливый. И сейчас он очень красивый, потому что окраски и формы календулы, они очень разнообразны. Календула может быть, как привычная нам с вами, желтенькая. Но сейчас селекция не стоит на месте, и она уже начинает приобретать и розовые оттенки, и вот такие необычные с темной серединкой. Она также очень быстро растет, ее элементарно вырастить из семян. Ну и помимо своих декоративных свойств, конечно, календула и обладает еще полезными свойствами. Цветки календулы съедобны, также их можно заваривать в чай. Календулу можно использовать и для срезки. В общем, такое универсальное растение, которое можно использовать просто повсеместно. Космея тоже супер неприхотливый однолетник. Космея нам привычно всем, как такое высокорослое растение, которое можно посадить где-нибудь вдоль забора, где-нибудь на таком неприглядном месте, где другие растения растения будут. Космея вырастет и зацветет. Помимо высокой космеи, может быть и низкой. И есть сорта, я здесь, наверное, не взяла. А вообще они есть совсем крошечки, такие 30 сантиметров максимум. И тоже растет в виде таких аккуратных кустиков с цветочками, смотрится очень красиво. Не помню название сортов, но точно помню, что окраски. Они есть желтые, есть оранжевые. Я тоже как-то сажала в прошлом году, мне понравилось. Космею вырастить элементарно. Растет она быстро, растет она хорошо. Единственное, что вам хочу сказать, не сажайте ее на жирных плодородных почвах. Иначе она будет у вас отращивать мощную зеленую массу, а цветов будет мало. Бедные почвы, песчаные. Вот это самое лучшее для хорошего и обильного цветения космеи. А также сейчас в мае еще не поздно посеять лобелию. Лобелию многие сеют рано, в феврале. В итоге потом мучаются с рассадой. Лобелия перерастает, 150 раз ее прищипывают. И в итоге цветение затягивается. Если посеять лобелию сейчас, в мае она очень быстро начнет расти. И быстро у вас зацветет, но через месяц максимум полтора. Да, лобелию можно посеять сразу в горшок, сразу в кашпо, прикрыть пленочкой, поставить куда-нибудь в теплое место, в парник. В сходы появятся, вы будете потихоньку за ними ухаживать. Она просто моментально у вас вырастет и будет свисти до самых-самых заморозков. Поэтому тоже имейте в виду, у кого были какие-то проблемы с рассадой, не получилось, посеять ее вот так, прямым посевом. И у вас все получится. Также сейчас еще не поздно посеять астры. Астра у нас такая королева осени. Зацветает это растение уже ближе к концу лета, август, сентябрь. И растет и цветет до самых-самых заморозков. Обратите внимание, какое количество сейчас сортов астры. Она может быть и низкорослая, она может быть и среднерослая, и высокорослая. И сорта, посмотрите, какие красивые. Дачница, дюшес, тоже один из лучших таких сортов для срезки. Императрица тоже очень красивая, бриллиантовая. Раннецветущая тоже некоторые смеси, они зацветают раньше обычных. И вот такая тоже смесь наилучшая из всех. Тоже у кого не получилось вырастить рассаду, астра часто болеет черной ножкой. И в квартирах, когда тепло, очень часто рассада астра черной ножкой начинает заболевать. При таком прямом посеве в грунт, либо где-то в парнике, никогда астра не болеет. Всегда рассада вырастает крепкая, хорошая. И сейчас посеете пока не поздно. Не могу вам не сказать про бархатцы. Это такие любимчики многих садоводов, многих цветоводов. Потому что они просто супер неприхотливые и супер декоративные. Сортов бархатцев сейчас тоже очень много. Я взяла несколько таких новинок, необычных. Это фиеста, вот такие фантазия. Посмотрите, здесь микс и микс таких из разных-разных окрасок. Также есть бархатцы, которые имеют невысокий рост, сантиметров 30-40. Но у них очень большие яркие шапки. Они могут быть оранжевыми, желтыми и такими прям золотистыми. Тоже обратите на это внимание. Также вот такие хохлаты рубиновые мне понравились. И вот такие уже повыше. Это летние гиганты. Эти бархатцы уже высокие. Их можно использовать для срезки. И также их можно сажать где-то на центральный план цветника. Либо где-то на заднем плане. Вот такой василек. Тоже неприхотливое, очень нежное. Такое трогательное растение. Которое прекрасно будет сочетаться с любыми цветами в саду. И с многолетниками, и с однолетниками. Василек вообще можно высаживать чуть ли не с апреля месяца. Потому что он очень холодостойкий. И опять же очень быстро растет. И очень быстро зацветает. Что касается высоты. Он также может быть повыше. Вот допустим, как вот эта смесь. Она до 80 сантиметров. И также может быть вот таким. Низкорослым. Всего 20-25 сантиметров. Тоже можно посеять где-то вдоль бордюрчика. Все прекрасно будет расти и быстро зацветет. Еще одно растение, которое я хочу вам порекомендовать. Это лаватера. У лаватеры очень нежные цветы. Которые имеют очень яркую краску. У нее очень красивый розовый цвет. Такой прям фуксилый. Также лаватера может быть потемнее. У нее цвет более такой ближе к бордовому. Ближе такой к малиновому. Смотрится очень красиво. Особенно если она будет расти где-то у вас отдельно. В массиве. Вот просто выделите ей место. Рассыпьте семена. Они взойдут, будут свистеть. И у вас будет такой красивый, ярко-розовый цветочный оазис. Также она может быть беленькая. Также она может быть нежно-розовая. Но я вам советую обратить внимание именно на такие сорта более темных окрасок. В целом растение холодостойкое. Опять же повторюсь неприхотливое. Вот посеете. Она у вас будет расти и цвести все лето до самых заморозков. К почве тоже не требовательно. Поэтому если есть где-то свободный участок, обязательно посейте. Еще одно супер популярное растение, которое также многие сеют прямым посеевом в грунт. Сейчас в мае это настурция. Настурция тоже имеет большую-большую палитру окрасок. И большое количество цветов. От светлых, желтых до темно-оранжевых. И самые разные тут со штрихами. И с полосочками. И с различными точечками. Также настурция, она съедобна. И цветочки, и семена. Можно употреблять в пищу. И тут вот видите написано. Маринованные каперсы. Это из семян делают такую закуску. Поэтому тоже имейте это в виду. Растение не только декоративное, но еще и съедобное. Очень красивое. Настурция тоже может быть пониже. Прям такая карликовая. А может быть высокой. И она прям отращивает длинные плети. Которые просто затмевают собой всю площадь. В общем, тоже советую вам посадить где-нибудь отдельно, чтобы она цвела таким красивым ковром, усыпанным цветами. Для вертикального озеленения также есть несколько растений, которые тоже можно посеять в мае. И они очень быстро вырастут и украсят ваши шпалеры, беседки. В общем, все что угодно. Во-первых, это ипомея. Все, я думаю, знают ее яркие, красивые граммофоны. Ипомея может быть как такой однотонной, так и с различными штрихами и полосочками, что тоже смотрится очень декоративно. Также ипомея может быть вот такой. Посмотрите, с необычной, рассеченной листвой. Она очень нежная, такая прям ажурная. Смотрится очень необычно и декоративно. И даже не скажешь, что это обычная ипомея. Также из вьющихся растений и быстро растущих. Это фасоль. Посмотрите, вот такая красивая однолетняя. Она имеет не такую богатую палитру, как ипомея. У нее в основном белые, оранжевые, такие красноватые цветы. Но тем не менее, для украшения беседок, либо каких-то шпалер, это просто супер однолетник. Он также быстро растет, быстро развивается. И своей зеленой и яркой листвой просто заполняет все. Одно очень необычное декоративное растение, которое называется вьющийся огурец. Он же кукумис. Помимо своей яркой, такой сочной зеленой листвы, помимо своих крупных желтых цветов, он потом в конце образует необычные декоративные плоды, которые можно использовать осенью, либо летом в качестве каких-то подделок. Посмотрите, как забавно они смотрятся. Такие прям ежечки, шишечки и разные такие штучки. Не знаю, как их назвать. Тоже попробуйте вырастить. Я уверена вашим детям, они понравятся. Растет это растение также быстро. Единственное, что он любит, это влажные и плодородные почвы. Тогда он будет расти мощным, жирным и таким прям красивым. И полностью заполонит собой все пространство, которое вы ему выделите. Ну и в завершении хочу вам показать вот такие готовые смеси из неприхотливых однолетников. В эти смеси входят абсолютно разные растения. Единственное, чем они отличаются, так это высотой. В каждой смеси подобраны либо низкорослые, либо среднерослые, либо высокорослые цветы. Здесь нужно смотреть примерно по названию и по описанию. Вот, допустим, здесь дачный идеал растения 20-40 см. Тоже написано, минимум хлопот для любой погоды. Они быстро растут, быстро зацветают. Все эти растения потом растут и совершенно не требуют к себе ухода. Поэтому, смотрите, виды разные. И вот такая альпийский дворик тоже, минимум хлопот. Вот такая смесь ароматная. Тоже здесь подобраны цветы, которые имеют приятный аромат. Здесь гвоздика, горошек, календула, левкой, мальва, тушистый табак, локс, друмонда. В общем, на картинке все они показаны. И также я взяла вот такую смесь цветущий забор. Здесь уже более высокие растения, 50-90 см. И их также можно взять в пакетик, посеять вдоль забора. И они сами у вас вырастут и зацветут. Это, конечно, не все смеси. Их много. Вы уже сами выбирайте ту, которая вам приглянется. Также хочу сказать по поводу смеси. Я в прошлом году посеяла какую-то такую подобную смесь из низких однолетников. Посеяла ее в том месте, где у меня росли тюльпаны. И оно, знаете, все так моментом зазеленело, заколосилось и цвело. И там даже цветы такие были. Я их никогда не видела. Какие-то такие маленькие, с маленькими цветочками. И смотрелось все очень красиво. И у меня как раз там розы рядом растут. И оно прям все так дополняло. Поэтому вам рекомендую. У меня на сегодня все. Всем спасибо за внимание и до встречи.